Дорогие друзья, Церковь Господня, слава нашему Богу! Великая милость Божья над нами! Мы имеем еще одну возможность быть в Доме молитвы, слышать Слово Божье, вместе петь, молиться, что-то почерпнуть для души своей. Это замечательно! Замечательное время года, весна, скоро Пасха, расцветают деревья. Многие из вас так усердно и много работают, что даже не замечают, что поменялось время года. Поэтому хотел бы вам напомнить об этом. Сегодня после собрания будет вам такое задание. Возьмите свою супругу под руку и прогуляйтесь по парку. Посмотрите, как замечательно, как поют птицы, какой приятный запах, просто чарующий. Но не зачаруйтесь так, чтобы не прийти на вечернее собрание, чтобы действительно наслаждаться всем тем, что Господь посылает в жизнь нашу. Но это после собрания. А сейчас мы в церкви для того, чтобы вместе послушать Слово Божье, вместе помолиться. Хотя, наверное, любой проповедник думает, но о чем же говорить в наше время, тогда, когда все так много знают, когда в церкви сидят люди, которые уже много лет верующие, много лет читают Священное Писание. Может быть, просто попеть вместе, помолиться и разойтись, потому что действительно знают все так много. Но Священное Писание и Священник отличаются чем-то от просто жреца, от тех, которые просто совершают какое-то религиозное служение. Отличается тем, что само Слово, Священное Писание или Священник подразумевает святость, подразумевает что-то очищающее душу человеческую. Конечно, в нашем случае и проповедник, и один, и другой, и третий, и все мы нуждаемся в этом. И поэтому никто не выходит за эту кафедру с позиции высоты, что вот мы сейчас будем вам здесь говорить и учить. Мы все здесь для того, чтобы учиться, для того, чтобы освящаться и преображаться в образ Божий, к чему призывает нас Священное Писание. Ну да ладно мы. Как бы все-таки интересно было бы нам всем послушать первых христиан, первых проповедников. А если бы еще была такая возможность услышать первых апостолов, которые проповедовали. Иногда бывают такие передачи, где у людей ведущие спрашивают, ну вот если бы у вас была возможность такая встретиться с какой-то личностью в истории человечества, с кем бы вы хотели встретиться? Там разных поэтов, художников, персонажей истории. Наверное, любой бы христианин, если бы не со Христом, ну то хотя бы с апостолами встретиться, услышать их речь, о чем бы они сказали, или о чем они говорили в свой день. Да, меняется время. Они жили в другое время. Другой быт был людей, но сущность человека не меняется. И то, о чем говорили они когда-то, оно актуально и сегодня. И на сегодняшний день в этом так же нуждается человек, как и в их время. Ведь действительно, в реальности человек остается таким же самым. Меняется наш быт, меняется то, как мы передаем информацию друг другу, но сущность человека остается та же самая. И на сегодняшний день даже в высших университетах хотя бы настолько уже шагнул прогресс, но когда изучают философию, то обращаются к кому? К Сократу, к тем, которые жили тысячи лет назад. И хотя на сегодняшний день можно не рисовать, не стараться, можно просто копию сделать, но копию чего? Того, что рисовали сотни лет назад, может даже тысячи лет назад. И у них сегодня учатся, как это надо делать. И душа человеческая остается такой же, как она была и раньше. Если бы нам была возможность услышать, о чем проповедовали апостолы в свой день, о чем они говорили, то мы бы прочитали такие слова. Можете открыть. Деяния апостолов. Вторая глава. Первые стихи, вернее, первые проповеди, которые звучали. И звучит там такое слово. И другими многими словами, он, апостол Петр, это его первая проповедь, вдохновленная Духа Святого и силой Божьей, он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода всего развращенного. Вот такая тема была проповеди. И не только у него одного. И в то время они говорили это слово, спасайтесь от рода всего развращенного. И другими многими словами увещевали тех, которые пришли ко Христу, которые покаялись. У нас нет деталей этих речей, этих проповедей. Но, наверное, это и не так важно. Мы живем сейчас в другое время, у нас другой быт, у нас другие проблемы, мы с другими вещами сталкиваемся, но смысл остается тот же самый. И поэтому неважны детали, на что именно была обращена его речь. Важно другое. Кому было это обращено слово? Подумайте, к кому обращался апостол Петр? Он обращался к евреям и к тем, которые служили Богу, которые в день Пятидесятницы, религиозный праздник, сошлись вместе в центр религиозного служения того времени, в Иерусалим. И к этим людям было обращено слово, в котором он говорил, спасайтесь от рода всего развращенного. Казалось бы, ну, если бы в Риме это было сказано, ну, где-то в Ефесе или в Каринфе, ну, понятно, но в Иерусалиме, куда пришли люди богобоязненные, со всего мира собрались, и там им говорили, что спасайтесь от этого развращенного рода, ну, вроде бы, как-то не клеится. И к кому было сказано? К тем, которые говорили Христу, что мы семя Авраамова, то есть мы от Отца Веры, мы от Него вышли. И когда это было поставлено под сомнение, то еще строже было сказано Христу, что мы вообще не от любодеяния родились, одного имеем Отца Бога. Вот это да. Люди имели такое представление о себе, хотя это было время контрастов, время контрастов. И когда мы открываем Новый Завет, то мы видим, что в том же самом Иерусалиме были люди, которые за исполнение субботы могли так строго обличать людей, что сказать, что шесть дней в неделе есть, приходите исцеляться. А седьмой день это работа, не приходите. Это надо вот так скурпулезно относиться к каждой заповеди. И в то же самое время были и другие люди, особенно и священников, которые вообще не верили ни в ангела, ни в духа. Ну, просто настоящий атеист. И в то же самое время все жили в одном и том же месте. И все считались иудеями. И все это было, как говорится, под одной крышей. Ну, точно как в наше время, точно как в наши дни. И сегодня мы можем встречаться в обществе людей, которые, казалось бы, за свою веру могут погубить и себя, и тех, которые рядом с ними, и тех, которые вообще ни во что не верят и отрицают все сверхъестественное. И все живут вместе, и все встречаются и общаются, но как к тем, так и к нам звучит одно и то же слово. Спасайтесь от рода сего развращенного. Да, нам действительно нет нужды вникать в детали разврата тех дней. Каждое поколение имеет свои нюансы. На роль каждого поколения выпадают свои какие-то трудности, с которыми встречается человек и через который должен пройти и выйти из этого целым. Иногда даже в течение одной жизни эти перемены могут быть действительно радикальными. И мы неоднократно встречаем в истории тогда, когда в одном поколении церковь изгонимой, преследуемой переходила во власть имущую. Когда одни и те же люди, которых преследовали раньше, иногда даже становились в роли преследователей, которые причиняли ту же самую боль, которую сами терпели до этого. И история церкви знает такие времена, когда действительно все менялось. И даже сейчас здесь, вот в наше время, даже в этом зале есть те люди, которые пережили это, пережили то, когда было трудно называться верующим. И то время, как сейчас, когда тебя никто не трогает, пожалуйста, ты можешь делать все, что хочешь, ты можешь приходить в собрание, ты можешь служить Богу, никто же тебе не препятствует в этом. И люди помнят, люди помнят то время, когда не то, что бороться с какими-то другими трудностями, просто за то, что ты называешься христианином, это уже было подвигом. Для молодых людей, нашим детям очень сложно понять, что значит воинствующий атеизм, что значит, когда тебя после учебы, после того, как ты закончил университет, ты готов идти для того, чтобы работать, тебе говорят, отрекайся от Бога, и тогда пойдешь, а нет, ты будешь улицы подметать всю ее там встречают всякой нецензурщиной, и обстановка настолько тяжелая, и только потому, что она христианка. Трудно представить себе на сегодняшний день наших 18-летних детей, мальчиков, которых надо было бы отослать в армию, и где не то, что один-два друга, как сейчас говорят, о, да, я стал наркоманом, на меня два друга повлияло, а то, когда целая армейская система влияет на то, чтобы выбить из этого молодого человека 18 лет, тут не разрешают ему еще самому из дома выйти, а там он уже должен был пойти в армию и стать один против всей этой мощной системы, которая давит изо дня в день на то, чтобы заставить человека не просто отречься от Бога, а поменять все в душе своей и стать настоящим безбожником. Действительно, это трудно понять, но на сегодняшний день вроде бы и не эта проблема волнует нас. Времена поменялись, времена поменялись, но опасность осталась той же. Опасность осталась той же. И слово спасайтесь не поменяло своего значения, потому что спасаются от опасности, спасаются от смерти, спасаются от беды. И это слово на сегодняшний день точно так же актуально, как и тогда. Потому что то, что происходит в этом мире, оно влияет на нас, влияет на христиан. И спасаться мы должны не от тех опасностей, которые были когда-то, сотни лет назад, а от того, что сегодня тревожит нашу душу, от того, что сегодня стучит в нашу дверь. Если эти искушения перешли от суровых и стали ласковыми, то они не поменяли своего направления, они не поменяли свои конечные цели гибели человеческой души. Я хотел бы поговорить сегодня со своей душой и с вашей об этом, потому что мы в этом, в этой обстановке вращаемся, и если мы не будем обращать на это внимание, то придет время, когда эта опасность поглотит нас и детей наших, и тех, которые рядом с нами. Что сегодня отличает наш род, вот этот род, в котором мы живем. Ведь подумайте, ну в реальности, ну совершенно бессмысленно нам всем собраться и посмотрев, чем страдали другие христиане, сказать, все, постановление такое, прошла конференция, симфозиум церковный, и мы постановили, на гладиаторские бои, не ногой. Так их сейчас и нет, что же нам об этом говорить? Мы говорим о том, что происходит сегодня. Чем сегодня определяется наш век, в котором мы живем? я хотел бы обратить внимание на два направления, которые на сегодняшний день действительно захватывают общество, среди которого мы живем и частью которого мы являемся. Это развлечение, интертеймент и заботы житейские. Это то, с чем сталкиваемся мы постоянно каждый день в нашей жизни. В общем-то в этом нет ничего нового. Это не то, что сейчас это происходит, а раньше этого не было. Вы помните, когда в Риме выезжал император, что кричали ему люди? Чего они хотели больше всего? Две вещи? Хлеба и зрелищ. Это еще раз говорит нам о том, что не меняется естество человеческое. Люди требовали того же самого. Заботы житейские развлечения, хлеба и зрелищ. Что изменилось? Изменился масштаб. Изменился масштаб. Масштаб влияния и давления того, что происходит. И то, что было раньше доступно немногим, то на сегодняшний день не просто доступно каждому, а захватывает каждого. Даже помимо воли человеческой настолько захватывает, что человек кажется, знаете, как трамвай или поезд, который по рельсам идет и который не может, ни вправо, ни влево, потому что вся система этого мира, этого рода нашего, в котором мы живем, настолько давит на человека, что выйти из этого просто не получается. Захват этот настолько сильный, что большая часть населения не мыслит своей жизни без этого. Вы можете себе представить, что бы произошло в этом городе, если бы завтра отключили все social websites, просто убрали интернет. Я не знаю, но, наверное, была бы массовая истерия и самоубийства были бы чрезвычайны, потому что люди настолько привыкшие, люди настолько вовлеченные в это, что готовы отдавать свою жизнь за право истреблять самих себя. Это тяжелейшая обстановка, в которой мы находимся. Я хотел бы начать с более легкого интертеймента, развлечения. Вы знаете, люди развлекались всегда, всегда. И, может быть, само по себе в этом и нет особого греха, но можно заметить и то, что вот даже в сравнении с тем, что раньше запрещалось, раньше запрещалось, и я даже помню, когда я был еще подростком, у нас еще в Мариуполе, где мы жили, сколько раз проповедники говорили, чтобы телевизора в доме не было, чтобы не смотреть. И вот, как сейчас начинаешь думать, ну а что же люди смотрели тогда? И начинаешь сравнивать с тем, что показывают сегодня. Ну, вы знаете, это выглядит настолько безобидным, то казалось бы, ну что же было тогда запрещать? Это только еще раз показывает нам, насколько человек идет по наклонной, насколько истребляется даже просто здравый рассудок о том, что можно, а что нельзя. Что можно допускать в свою душу, а что, приходя туда, наносит такой вред, что истребляет все доброе и хорошее, что есть в человеке. Да, и та система была безбожной. Да, и та система служила, или вся интертеймент индустрии служила власти, которая была тогда, но хотя бы хоть немного сохранялись общечеловеческие принципы добра и зла, что на сегодняшний день не просто пренебрегается, а сметено совершенно и ничего не остается. Если раньше была хоть какая-то цензура, то на сегодняшний день ее совершенно нет. Недавно читал о цензуре в Советском Союзе, о радио, телевидении. Вот интересный факт, насколько заботились о состоянии человеческой души. Те из вас, которые помнят советское время, как-то там был знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя». И там сравнивают с книгой, говорят, что вот там в этой книге одна положительная персонаж, она тоже должна была умереть, но те, которые смотрят за цензурой, говорят, это вы что? Так люди это увидят, у них будет плохое настроение, а в понедельник на работу упадет производительность труда. Нет, ни в коем случае. Все должны остаться живы. Вы знаете, на сегодняшний день вся интертеймент индустрия контролирует сама себя. Ее никто не контролирует. И этот контроль настроен только в одном направлении, чтобы нас смотрели. Вот и все. И чем больше смотрят, чем больше платят, тем больше это ценится. Что действительно просто шокирует, что многие муви-индустрии, когда делают сами свои reviews, не ставят PG, просто для всех это можно смотреть, а ставят PG-13, чтобы дать понять, что здесь есть что-то такое, что смотреть нельзя, и чтобы даже самый молодой захотел это увидеть. Это насколько надо иметь извращенное желание принести вред для человеческой души. Если раньше хоть как-то можно было регулировать это, потому что человек покупал телевизор, приносил его в свой дом, ставил, там и семья, и папа, мама, а тут еще дедушка с бабушкой живут и скажут, что же это ты принес, то на сегодняшний день человек достал с кармана, вот, пожалуйста, сам в своей комнате, сам где-то в уединенном месте, никто не видит, никто не проконтролирует, никто не скажет. Это чем ты наполняешь свой разум, свои мысли, что происходит в твоей голове после того, как ты увидел вот это. К сожалению, мы сейчас говорим о entertainment industries, это не имеет никакого отношения ни к нашей работе, ни к нашим делам, ни к всему тому полезному, что это может принести, но интернет принес столько проблем в душу человеческую, о которых раньше нельзя было и представить. И даже если раньше это был компьютер, который где-то стоял в доме, то на сегодняшний день это может быть в кармане каждого ребенка. Родители покупают своим детям, я просто удивляюсь, дорогие родители, ну как 11, 12, 13 лет дарить ребенку такое окно в мир искушений, которое вы не можете контролировать. Ну и сколько приходится слышать, так мой ребенок, это же, ну ладно там соседский, с ним то понятное дело, но это же мой, он же такой хороший, он такой мачур, он такой ответственный. Я знаю, что ваш ребенок ангел и мой тоже. Но сколько раз приходилось воочию видеть, когда родителям говорят, так вот, да нет, мой не может быть, так вот же, пожалуйста, посмотрите, потом зовут его ребенка, да, да, это было, о, а мы не думали, что он так может. Позвольте мне вам сказать, что ваши дети действительно хорошие, они действительно ангелы, но то искушение, с которым они соприкасаются сильнее их, они не могут просто противостоять этому. Ну постарайтесь, хотя бы, ну до 16, 17 лет, ну дальше просто у вас нет возможности, физически у вас нет возможности это контролировать, ну хотя бы до этого возраста, ну как-то уберечь их от этого, ну не давайте в их руки то, что убивает их душу, вы же не можете проконтролировать это, да что там они, да сами взрослые не могут проконтролировать это. Это же не только речь идет о молодых людях, о детях. На сегодняшний день это поглощает буквально всех людей, буквально всех людей. Уровень разврата, отсутствие морали, ну просто безграничен, безграничен. Мы сейчас не говорим даже о porn sites, мы говорим даже о том, что считается нормальным, настолько перешагнули все границы дозволенного, что просто диву даешься тому, как человек может сам на себя навлекать эти проблемы. Moral relativism, ну действительно подавляет это, потому что уже нет правильного или неправильного, хорошего или плохого, вот то, что сегодня приносит тебе удовольствие, вот это и хорошо. Это огромнейшая беда, которая раздавливает все доброе, что есть в человеке. Это тот род, в котором мы живем. Это оставляет свой отпечаток на душах людей. Это оставляет свой отпечаток на их решениях, представлениях о жизни. В то время, когда влияние христианства становится меньше и меньше, я никогда не забуду, когда я лично ходил здесь, в Америке, в хайскул, и как-то делились своими переживаниями, своими семейными традициями, и тогда, когда это 25 лет назад, и те, которые со мной ходили в школу, говорили, что мои дедушка и бабушка иногда ходили в церковь, папа и мама почти никогда, а этот ребенок вообще не знает, что такое церковь. Это 25 лет назад, у них уже у всех есть свои дети. Что они скажут? Они скажут, что мой прадедушка и бабушка ходили когда-то в церковь, дедушка, бабушка, никогда, родители вообще не знают, что это такое, а я одно знаю, то, что вот открываю и мне показывают, и завоевывают мое внимание. Это тот род, в котором мы с вами живем сегодня. Это печальное положение общества. Можно только представить, что происходит в душах людей. Музыкальная индустрия действительно захватывает. И music videos are so explicit, it's beyond our imagination. Если бы действительно люди постарше увидели, что или какие музыкальные клипы смотрит сегодня молодое поколение, то за голову вы бы взялись и сказали, что мы всем селом нашим не видели такого, что ребенок в 10 лет может посмотреть, достав телефон со своего кармана. И масштаб этого действительно огромен. Посмотрите даже наши собрания, которые выставляют в интернет. Возьмите любое служение, воскресенье, утро. 2500 до 3000 просмотров. Если есть что-то действительно захватывающее такое, ну, 10-20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, у кого-то больше, у кого-то меньше. Когда вы посмотрите на music videos, полмиллиарда, до миллиарда, billion views, вы понимаете масштаб, да, того, что охватывает? Это каждый, абсолютно каждый житель Америки и, наверное, еще пяти или шести стран. Действительно масштабы огромны. Общий уклон на развлечения, на нетерпение к ожиданию. В одно мгновение меня должны полностью развлечь и вызвать слезы сожаления, сострадания, радости и всех других гамм удовольствий и чувств. И все должно быть мгновенно, сразу и здесь. Это то общество, в котором мы живем. Ну, знаете, было бы полбеды, если бы это было только, знаете, это общество. Ну, мы же, церковь, как-то чувствовали себя отдельно от них, но, к сожалению, это не так. Если действительно когда-то жили в Советском Союзе, то любой христианин знал, что есть этот мир, а есть я. И не только я его не принимаю, а и он меня не принимает. Мы живем сейчас в другой обстановке. И то, что происходит в мире, влияет и на то, что происходит в церкви. И, к сожалению, в церкви тоже очень многое направлено на то, чтобы просто развлекать человека. Как-то один американский епископ очень откровенно сказал, что в наших церквях все должно развлекать. Иначе люди перестанут приходить. Потому что то, что они смотрят всю неделю, и уровень того влияния и действия на чувственность человека, который происходит всю неделю, ну, теперь с этим мы должны как-то посоревноваться в воскресенье хоть немного, завладеть вниманием человека. Я вам даже скажу, что такие церковь, как наша, и те уже становятся единицей. Где есть хор, где есть еще общее пение, где соблюдаются еще хоть какие-то рамки того, что прилично, и какая музыка, прилично или неприлично, и это становится редкостью. В большинстве церквей, ну, главным, как говорится, атрибутом служения, это группа прославления, и если церковь большая, богатая, то это действительно становится экстравагантным, с живым оркестром, белыми перчаточками, красивыми, действительно замечательно выглядевшими певцами, певицами, и все должно быть настроено, знаете, в такой концертный дух, который действительно захватывает человека. Пришел как на праздник, пришел, порадовался, развлекли хорошо, побыл в этом окружении, и пошел с поднятым настроением и поднятым духом. Вы знаете, действительно, и сейчас, и в социологи, которые смотрят, даже неверующие люди на то, что происходит в церкви, говорят, что большую часть служения занимает действительно музыка, и то, что, ну, можно было бы так сказать, entertainment, что немного развлекает человека. Иногда, к сожалению, говоришь с нашими молодыми людьми, и говоришь, ну, почему ты в церковь не ходишь в среду? В среду? Скучно, dry. Ну, там нет такого, как даже воскресенье утром. Ну, а что было бы, если бы мы жили еще там, в Советском Союзе, и не было бы такой многотысячной церкви, а было бы церковь из 200-300 человек, и не было бы там такой музыки, и не было бы там такого замечательного хора, и не было бы там всего того, что мы сегодня здесь, take for granted, нам кажется, что это обычно, а там бы не было, а вы вообще бы тогда, мы бы ходили бы в церковь или нет? Или бы сказали, так что в нее ходить, там ничего же интересного нет? А если придут времена гонений, и не будет того, что происходит сейчас, если в церковь меня привлекает то, что здесь будет просто интересно, просто хорошо, просто развлекательно, то вы знаете, это не христианство. Это не христианство. Это хороший клуб, хороший концерт, но это не христианство. Знаете, мы действительно сталкиваемся с этим. Можно спросить, конечно, ну что же тогда делать? Ну что, надо тогда отменить все группы, хоры, и все сделать, знаете, сделать так, что давайте сделаем, чтобы было очень тяжело, чтобы трудно было, чтобы вот когда человек пришел в собрание, даже это доказывало, что он христианин. Нет, речь совершенно не об этом. Это очень хорошо, когда у нас есть хор. Это очень замечательно, когда есть группы, когда поют, когда стараются, когда наших детей привлекают. Это замечательно, это очень хорошо. И везде, куда проникало христианство, оно всегда приносило красоту, устройство. В этом есть Божье благословение. Но очень бы хотелось, чтобы наравне с этим мы говорили своей душе, говорили нашим детям, говорили друг другу, что наравне с этим есть что-то очень важное, что мы никогда не должны потерять. Это уединенная молитва, тайная молитва, которая должна быть в жизни христианина. Это тайная теневая жизнь, которую никто не видит. Мы как-то слушали проповедь об этом в нашей церкви, что действительно то, что в тени, то, что закрыто от посторонних глаз, но то, что определяет нас, как верующих людей, это должно стать на первом месте. Я даже больше скажу, дорогая душа, я обращаюсь это и к себе, и к вам. Если у тебя нет тайной молитвы перед Богом, если ты не уединяешься для того, чтобы найти с Ним общение без музыки, без грохота, без всего постороннего, ты не христианин. Ты не христианин. Если нет личного желания, тяги, потому что, Господи, я хочу встретиться с Тобою один на один, потому что я люблю Тебя. Ведь подумайте, молодые люди, когда вы влюбились в кого-то, ну неужели вы хотели встречаться со своей любимой только в группе людей? Да вы ждать не могли, пока все разойдутся, и вы один на один встретитесь. Насколько глубже любовь христианина к своему Господу, насколько она ближе, насколько она обширней. И христиан всегда отличала искренняя молитва, уединенная молитва перед Богом. Это что же происходит? Ну, общаешься с другими представителями, руководителями молодежи, с церквей, говорят, да, пока у нас гремит музыка, у всех руки подняты, такая молитва, и слезы текут, все, только заглохло, все, все как рукой сняло. Некоторые даже в церквях делали эксперименты, но пастыри не молятся, и все стоят, молчат, и минуту не молятся, молчат, и все стоят, молчат, потому что непривыкшие не могут уже без этого соединиться с Богом. Какой замечательный псалом мы пели сегодня в общем пении, что не в словах молитвенных речей, и не в том, не в другом, не в третьем. Вся суть христианства в самом Христе, в соединении с Ним, в сближении с Ним, и если этого нет, то все остальное, ну, это культура такая, да, это наше общество. Если в церковь не тянет сам Христос, если в церковь не тянет соединение в Духе Святом с Богом, то поверьте, когда не будет столько блеска, пропадет и христианство наше. И поэтому хотелось бы убедительно сказать для всех молодых, молодых семей, молодых христиан, и даже среднего возраста, и даже постарше, давайте как-то наше внимание определим на искреннюю, уединенную молитву перед Богом, на искреннее искание Христа, на чтение Писания, чтение Слова Божьего, к чему должна быть любовь, потому что христианин любит Слово Божье. Если этого нет, то поверьте, не удержит ни наших детей, ни нас, никакой блеск, никакая красота, никакой профессионализм, потому что там его будет всегда больше. Насколько важно именно в душе своей, в сердце своем положить вот это главное, а того тоже не оставлять, потому что растут дети, растет молодежь, и какое-то время их надо удержать, пока не произойдет самое главное, переворот в их душе. Вот это должна быть цель, вот это должно быть старание и направление для Церкви Божьей. Вы знаете, как мне тяжело это звучит, это легкая часть, это легкая часть. Насколько тяжелее все-таки говорить о заботах житейских? Ведь подумайте, никто же из нас не против нашей нормальной ответственности на работе, никто не против work discipline, никто не против того, что за нас никто не сделает и никто не проявит заботы о наших семьях, о наших детях, о наших домах, и даже больше Новый Завет говорит о том, что и о родственниках своих должны заботиться те, которые имеют на это возможность, и никто не снимает с нас этой ответственности. Опасность в другом. Опасность в том, что общество, род наш, в котором мы живем сейчас, сегодня, уже давным-давно потерял ценность в личности человека. Ценится не человек, как личность, ценится то, что можно из этого человека взять. Ценится то, как можно этого человека использовать. А сам человек, ну, ничего не значит, сегодня один, завтра другой, не понравился этот, поменяли на следующего, главное, чтобы дело шло. А человек, это дело такое, в каждом надо увидеть доллар, в каждом надо увидеть то, что я могу из него извлечь свою корость, свой приход. И вот это главное, вот это продвижение, вот такого человека надо на работу нанимать, вот такого человека надо продвигать по службе, вот таким человеком надо стать. Вы знаете, если раньше, как только приехали в Америку, ну, не знали языка, кем работали, в основном, мы, вот, и наши родители, ну, работали на таких работах, просто, чтобы, куда нанимали. Сегодня положение меняется. Most of our youth has higher education, работают management, работают среди людей, которые делают, принимают решения, которые влияют на жизни многих людей. Many of you have your own business. И вы знаете, во всем этом очень важно, чтобы вся эта система не поглотила души человеческой. Чтобы мы не утеряли способность видеть в ближнем тоже человека, который тоже, как и я, имеет свои чувства, имеет свои какие-то желания, имеет свои потребности и тоже является человеком. Проблема в чем на сегодняшний день? В том, что многие начинают рассматривать себя и свое достоинство только в своей работе и то в том, сколько человек может заработать. так смотрит на свое время, так смотрит на свою жизнь, так смотрит на все то, что окружает его. И забываем слова Христа, забываем слова Христа, с которыми, особенно в прошлом году, мы встретились довольно часто, что жизнь человека не зависит от чего? От изобилия его имения. Вы знаете, сколько у нас было похорон в прошлом году, я ни разу не слышал, чтобы кто-то, свидетельствуя о человеке, сказал, вы знаете, а ведь разные же люди были, кто-то с достатком, кто-то без. И ни разу мы не слышали, чтобы кто-то сказал, вот как было жалко, столько накопил человек, мог бы еще пожить на то, что скопил, но вот, к сожалению, его не стало. Никто об этом и не думает, потому что думает о чем-то более важном, что теперь с душою твоей, что теперь с своим сердцем. И хотелось бы еще раз напомнить, пожалуйста, открываются возможности, you can finish a university, you can have a very good job, you can make a lot of money, but remember, что жизнь твоя не зависит от изобилия твоего имения. Твоя жизнь, настоящая жизнь зависит от Бога, от Христа, от Него. И поэтому с Ним надо, с Ним надо наводить отношения правильные. Проблема то, когда работа занимает и разум, и сердце, и душу человеческую. Как часто бывает даже хорошее собрание, слушаешь хорошие проповеди, все, закончилось собрание, приветствую, брат, приветствую. Ну что, как у тебя дела, как работа, чем занимаешься? Как будто вообще служения не было и не звучало слово проповеди, и все это было где-то, знаете, где-то сказано настолько далеко, просто чувствуешь себя ошеломленным, как, ну как это так? Ну вот, мы же только что сидели. Знаете, как будто и не было человека в собрании, или может мысли, так и были где-то на работе, так и зарабатывали дальше, и просто удивляешься, ну как так может быть? У меня как-то был случай, ну, много лет назад я женился, и объявляли меня, как и сейчас объявляют, и я был на сцене, вышел в коридор, моя тогда невеста пошла где-то, отлучилась на минутку, подходит ко мне человек, который неплохо знает меня, мы с ним с одного города, говорит, слушай, когда ты будешь жениться, он, смотри, людей объявляют, а ты все ходишь и ходишь, я, знаете, чуть, чуть не провалился, думаю, да как, так меня же вроде бы объявляли, вот, и так думаешь, ну, был человек на собрании, или не было, или чем занимался, чем думал, кто его знает, и, вы знаете, вот так вот бывает вроде бы, что-то слышим мы, а в сердце человека, а в душе человека, знаете, действительно, где сокровища наши, там и сердце наше, там и сердце наше, знаете, когда Писание обращается к этому, то оно действительно говорит, что это очень тяжело, это очень тяжело, и проверить себя в этом тяжело, потому что, ну, действительно, кто же нас будет обвинять за то, что мы стараемся, делаем что-то, трудимся, но, и Писание дает антидот к этому, и советует что-то, и говорит, что все-таки надо правильно относиться друг к другу, друг к другу, замечать человека, Писание говорит, чтобы мы были и щедрыми, и общительными, ведь сложно, когда приглашают в гости, когда собираются, и подбирают так, вот, по приходу, по выгоде, которое можно будет получить с этого человека, ну, тогда мы будем с ними дружить, общаться, а с этого человека ничего нельзя получить, то можно его и обойти стороной, действительно, послание Якова, которое было написано 2000 лет назад, и сегодня остается актуальным, да, вы помните, как он говорил, что когда придет человек с перстнем, в богатой одежде, то мы ему скажем, о, брат, проходи сюда, пожалуйста, на первое место, а ты в бедной, нищей, ну, сядь туда у ног моих, или вообще где-то там, с краю, чтобы тебя не было ни видно, ни слышно, и забываем, что это такая же душа, такая же душа человека, и может даже больше, и более открытая к нам лично, насколько мы должны все-таки ценить друг другом, помнить, что мы церковь, мы тело Христова, и обращать внимание друг на друга, вы помните, как Христос говорил когда-то, чтобы, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчились, объедением, пьянством, и чем еще? Заботами житейскими, это, знаете, так сложно, потому что пьяный человек может протрезветь и сказать, ну, что же со мной происходит, это, что же со мной делается, и тот, который объедается постоянно, думает, ну, что же это, до чего же я довожу себя, уже шнурки не могу завязать, а тот человек, который заботы житейские, ну, вроде бы даже и обличить себя тяжело, и уже не остается время, ни для писания, ни для молитвы, ни для общения со святыми, ни для чего, и мысли, и желания, и все, что есть в разуме, крутится только вокруг одного, прибыток, заработок, корость, как извлечь ее из ближнего, и тому подобное. Писание говорит, что мы действительно богатели добрыми делами, общительными были, и вы знаете, когда мы будем это делать, то наполнение, которое будет приходить в душу, оно намного больше, чем наполнение от любой прибыли. Не зря отцы церкви говорили, что своим можно назвать, только то, что отдал другому. А все остальное, ну, все остальное, это неправедный управитель. Вы знаете, что мое время вышло уже, и мы будем молиться. Церковь все-таки должна говорить о насущных проблемах наших. Ну, не здесь мы просто для того, чтобы похлопать друг другу по плечу и сказать, молодец, все нормально, хорошо. Священное Писание, оно освящает, оно как-то пробуждает, тревожит наш разум к тому, что посмотри, что происходит с душою твоей, что происходит с твоим сердцем. Вы знаете, что радует? Наше положение небезнадежно. Наше положение небезнадежно на нашей стороне Господь. На нашей стороне Господь. Он любит нас. И поэтому Он тревожит наши души, наши сердца. Поэтому Он обращается к нам и через Писание, и через Слово проповеди, и через жизнь, наши обстоятельства различные, потому что Он хочет, чтобы мы спаслись и достигли познания истины. И поэтому у нас есть надежда. У нас есть твердое упование, у нас есть утешение в ожидании того, что Бог наш не оставит нас. Он с нами. Во все дни до скончания века. Какой бы этот век не был, как бы, чтобы не бушевало в его страстях и движениях, Бог с нами. Он не оставит нас. Слава нашему Господу. Это великая надежда и утешение христиан. И мы сейчас будем этому Богу молиться. Мы сейчас будем перед Ним нести свою душу. Может быть, из того, что мы слышали сегодня, затрагивает нашу душу и сердце. Мою душу, вашу душу. Как важно принести это перед Богом. Пока Бог дает еще жизнь, пока есть еще сегодня, ныне, когда услышите голос Его, глаз Его, не ожесточите сердце вашего, моего сердца. Это сегодня для вашей моей души. Склоняемся, молимся перед нашим Богом.